Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск «Квести» Карачево-Черкесия. В Ростовский военный госпиталь отправили 6 тонн питьевой воды. Отправка груза ведется в рамках работы единого штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. В Черкесии открылась школа фермера. Новый этап в развитии сельского хозяйства Карачева-Черкесии позволит сельхозтруженикам повысить свои навыки. В Нижнем Архизе завершился первый цифровой форум «Космос для людей». Участники погрузились в мир передовых технологий в применении космических разработок. Теперь у юношей и девушек Прикубанского района появилась возможность заниматься саморазвитием. В Кавказском открылся современный молодежный форум. Более 5,5 тысяч соцконтрактов заключили в Карачева-Черкесии за последние три года. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов. Чаще всего господдержку используют для открытия собственного дела. Самыми популярными направлениями для старта бизнеса по соцконтракту в республике стали сферы красоты, питания, сельского хозяйства, торговли, ремонта, производства и логистики. Помощь в виде социального контракта малоимущим семьям и гражданам не только предоставляется на открытие собственного дела, но и направлена на поиск работы, развитие личного подсобного хозяйства и преодоление трудных жизненных ситуаций. Сегодня утром по поручению главы Карачева-Черкесии Рашида Темрезова в Ростовский военный госпиталь отправили 6 тонн питьевой воды. Формирование гуманитарного груза осуществлялось при поддержке сенаторов России Крыма Казанокова и Виктора Бондарева. Отправка гуманитарной помощи ведется в рамках работы единого штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при главе республики. Работа производится на постоянной основе. Кроме того, очень часто отправляется помощь и в зону СВО. Это одежда, продукты питания, предметы первой необходимости, средства защиты, техническое оснащение, которые помогают нашим бойцам успешно выполнять задачи, возложенные на них. Отметил руководитель исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Руслан Джамбаев. Он выразил благодарность республиканскому депутатскому корпусу, волонтерам и всем жителям республики, благодаря которым сбор помощи проходит всегда оперативно. Он подчеркнул, что такая сплоченность свидетельствует о сильной консолидации общества для победы над врагом. Примечательно, что Карачаево-Черкесия с начала спецоперации помогает нашим военным, мобилизованным и добровольцам. За это время уже направлено более 1 тысячи тонн груза. Новый этап в развитии сельского хозяйства Карачаево-Черкесии в Черкесске, в Северокавказской государственной академии. Состоялось открытие уникального проекта «Школа фермера». Обучение призвано помочь сельхозтруженикам повысить свои навыки и эффективность работы. Узнала о значимости проекта Альбина Ламкова. В нашей республике существенный потенциал для развития сельского хозяйства. Отрасль занимает опережающие позиции в экономике нашего региона. В списке лидеров зерновые культуры активно развивается садоводство. А продукция животноводства составляет более 50% от общего производства сельхозпродукции. В этой сфере реализуются крупные инвестпроекты по переработке молока и мяса баранины. Для того, чтобы отрасль работала эффективно, необходимы знания, которые приведут к еще большим возможностям. Именно в этих целях открыли школу фермеров. Она станет мощным стимулятором развития сельскохозяйственной отрасли, предоставляя обучающимся передовые знания и уникальную возможность для обмена опытом между начинающими и давно практикующими фермерами, стимулируя таким образом развитие коопераций и взаимной поддержки среди сельских тружеников. Григорий Гнилорыбов – один из ее слушателей. Он занимается растеневодством с 2014 года. Но этого недостаточно, говорит фермер. Представилась возможность поучаствовать в проекте школы фермера, получить новые знания, потому что технологии и наука у нас не стоят на месте. Если раньше агрономия была приблизительной наукой, на сегодняшний день появились приборы и технологии, которые уточнили эту науку. Мы можем более точно работать и получать гораздо иные, большие результаты, соответственно, и прибыль. Школа фермера, социальный образовательный проект «Россельхозбанк» Северокавказской государственной академии реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства России, правительства республики, региональной АКОР, группой компаний «Домате» и сады Карачаева-Черкесии. Сельское хозяйство никогда не было чуждым для жителей нашей республики. Мы всегда идем в ногу со временем, и с самого детства все жители нашей республики были тесно связаны с сельским хозяйством, с жителей на селе, в аулах, со своими дедушками, бабушками, так или иначе занимались сельским хозяйством. Поэтому понимание именно сельского хозяйства на сегодняшний день практически у каждого жителя нашей республики есть. И сельское хозяйство занимает неотъемлемую часть в структуре бюджета нашей республики. Слушатели, которые прошли предварительный отбор, теперь будут обучаться по двум направлениям подготовки – садоводства и животноводства. Главная миссия проекта – это получение аграриями всех необходимых знаний и навыков для создания и развития собственного бизнеса на селе. Сегодня все мы знаем, что проблема с кадрами. Проблема с кадрами в сельском хозяйстве особенно. Сегодня страна нас всех нацеливает на то, чтобы мы развивали высокотехнологичное производство. А сельское хозяйство тоже сегодня в жизни стоит на месте, а все новые и новые технологии. Мы, конечно же, должны открывать вот такие школы. На данном потоке 30 слушателей. Каждый из них в будущем будет развивать свое дело сельскохозяйственной отрасли. Уже на основе новых знаний. Обучат современным методам ведения хозяйства опытные преподаватели Северокавказской государственной академии. А уже на практике пройдут обучение. На базе ведущих предприятий отрасли ознакомятся с новейшими технологиями и инновациями. Хочу выразить огромную признательность и благодарность Россельхозбанку за этот уникальный проект. Он действительно уникальный. Более 6,5 тысяч мы с вами слышали специалистов подготовленные и прошли через эту школу. Что касается Северокавказской государственной академии, ни для кого не секрет, что университет является опорным вузом для нашего региона. Более 72 направлений укропненной подготовки специалистов мы проводим на площадке нашего университета. И аграрный институт, аграрные специальности для нас одни из самых важных и ключевых. Знания, полученные в школе фермера, которые мы с вами совместно будем обучаться новым и бухгалтерии, и аграрномии, и ветеринарии. Получать новые знания в маркетинге. Они дадут новый виток, новый импульс развития фермерского движения в нашей республике. По окончании официальной части открытия школы фермера слушатели получили именные сертификаты. Обучение будет проходить три месяца. В Карачаево-Черкесию прибыла группа экспертов Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России. Основная цель визита – оказание организационно-методической поддержки органам исполнительной власти в сфере здравоохранения, в оказании медицинской помощи населению Карачаево-Черкесской республики по профилям фтизиатрии и инфекционной болезни. Отметим, что выездные мероприятия проводятся с целью совместного, очного изучения, обсуждения состояния, достижений и проблем в здравоохранении. По итогам аудита члены выездной группы доложили о результатах проведенной работы вице-премьеру Дженебеку Суюнову и министру здравоохранения республики Динари Камурзаевой. Обсудили основные вопросы и возможные пути их решения, направленные на улучшение служб. Сейчас прогноз погоды, а после продолжим, не переключайтесь. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одеяло, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкесск, Октябрьская, 321-Б. Телефон 8 929 860 8036. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 14. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 7, а днем 17-22 градусов тепла, а местами до плюс 14. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесии небольшой дождь, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью 11-13, днем 20-22 градусов тепла и высокая пожароопасность. Продолжаем выпуск. В Карачаево-Черкесии завершился первый цифровой форум «Космос для людей», который прошел на базе «Сауран» в Нижнем Архизе. Два дня участники обменивались знаниями и полезными идеями в сфере космических технологий, а студенты представили инновационные проекты для оценки экспертом. Фатима Даурова подробнее. Вопросы развития высоких технологий на высокогорном форуме обсуждали ученые умы со всей России. 200 делегатов из 40 регионов страны, среди которых ведущие эксперты, сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители бизнеса, научно-образовательных и некоммерческих организаций, а также студенты различных вузов страны. Так, дорогие друзья, сегодня у нас второй итоговый день нашего цифрового форума «Космос для людей». И сегодня в рамках итогового пленара мы с вами заслужим итоговые доклады по всем направлениям. Дистанционное озонирование земли, связь, наука и студенческий трек «Решаем вместе». В рамках проведенной работы по трекам были рассмотрены вопросы региональных органов исполнительной власти, федеральных органов исполнительной власти. Мы посмотрели, каким образом устраиваются коммерческие организации в процессе всех тем, которые были обсуждены. За два дня эксперты рассмотрели, как новейшие технологии могут применяться в науке и промышленности, какие ограничения стоят на пути их развития, и внесли свои корректировки, предложения и решения. Молодое крыло форума в лице студентов расправило крылья и показало старшим и более опытным коллегам способность не только взлететь, но и удержаться на высоте. Речь идёт об инновационных проектах на тему применения космических технологий, которые они продемонстрировали экспертам. Мне в первую очередь понравилась тема, озвученная на этом форуме, и в принципе сама по себе тема космоса очень интересна для физиков, для математиков, для информатиков, которые будут программировать, изучать всё это, и в конечном итоге использовать технологии космоса для жизни на Земле. Мы вот здесь рассказываем проект для экспертов со своей точки зрения, что мы могли бы взять из технологий космоса для того, чтобы улучшить жизнь здесь на Земле. Студенты Карачао-Черкесского госуниверситета разработали проект по внедрению искусственного интеллекта в образовательную сферу. Их идея предполагает использование спутниковых систем, благодаря которым школьники смогут изучать естественные науки в режиме реального времени. Любые форумы для молодёжи – это способ найти, во-первых, что-то интересное для себя, познакомиться с опытными людьми. И в принципе, чем чаще проводятся такие мероприятия, тем лучше для общего развития тех, кто сюда приходит. К тому же, это если помимо общей образовательной темы, это может подойти людям, которые могут через это найти своё призвание. Допустим, вот здесь было представление вчера о том, что могут взять на стажировку в космическое агентство и подготавливать людей к работе с компаниями, которые отправляют спутники на орбиту. В том, что будущее космоса в надёжных руках молодого поколения, уверен и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Андрей Заренин. В рамках форума он также посетил мастер-класс по конструированию спутников, где школьники продемонстрировали умение создавать копии космических аппаратов. Впереди у них новые горизонты и победы. И намечен правильный курс на освоение космоса. Фатима Даурова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. В посёлке Кавказском открылся современный молодёжный центр. Теперь у юношей и девушек, проживающих в Прикубанском районе республики, появилась возможность заниматься саморазвитием в специально созданном месте, общаться со сверстниками, которые имеют схожие интересы. В центре побывал наш корреспондент Артур Мхце. Всем привет! С вами Марьям и Зура. Сегодня мы хотим поговорить о смене движения первых в лагере «Адель». Марьям, поделись, пожалуйста, с нашими зрителями своими эмоциями. Расскажи нам, понравилось ли тебе в лагере и что тебе запомнилось больше всего. На связи молодёжный центр. Все, кому от 14 до 35 лет, теперь могут проводить здесь свободное время. Заниматься саморазвитием, улучшать свои умения, реализовывать идеи и мечты. Я бы хотела разбиваться в сфере медиа. Мне очень нравится снимать видео, редактировать их, налаживать эффекты разные. Современный молодёжный центр открылся в Кавказском во время празднования Дня Карачаева-Черкесии. Проект был реализован благодаря прошлогодней победе нашей республики во всероссийском конкурсе «Регион для молодых». И уже пользуется популярностью у юношей и девушек из многих населённых пунктов района. У нас молодёжь, она активная, она у нас талантливая. И им нужно именно такое место, где они смогут проявлять свои таланты, находить именно занятия по своим увлечениям. Здесь у нас имеется пространство развития, где могут проходить различные мероприятия, начиная от завещаний мастер-классов, заканчивая семинарами, дискуссиями. То есть это пространство, где молодёжь может собираться, обсуждать свои идеи, планировать, делиться знаниями, опытом. Далее, сейчас мы находимся в пространстве идей, где имеется рабочая зона специально для детей, кто хотел бы свои идеи воплотить в проект для дальнейшего участия в грантовых конкурсах. Есть также пространство созидания, где будут проходить образовательные курсы, в том числе по 3D-моделированию, социальному проектированию. Здесь же ребята смогут освоить азы ораторского искусства, изучать аграрную тему и многое другое. Площадки по интересам, художественная, ремесленная, швейная, кулинарные мастерские, территория для движения первых и их идей, патриотическое направление. То есть любой человек сможет найти здесь что-то своё и обучиться любой дисциплине под руководством опытных наставников, либо самостоятельно с друзьями. Почему здесь? Ведь можно пойти дома, посидеть там, попеть, может? Здесь мы проводим время с друзьями, развиваемся, общаемся, мы тут проводим весело время. Дома будет одному скучно петь, нет такого прям вайба, как сказать. Ну, там не так дома хорошо, как с друзьями, с приятными людьми. В помещении, где есть микрофоны, компьютеры, где уже можно самим песни записать. Посмотри, какое небо над тобой, посмотри, какие травы и цветы, посмотри на море ласковый прибой, посмотри. Артур Мхц, Олег Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Семьи Карачаева-Черкесии, у которых на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тысяч рублей, смогут получить эти средства в виде единовременной выплаты. Об этом сообщают в отделении социального фонда по Карачаево-Черкесии. Для получения единовременной выплаты нужно подать заявление на портале госуслуг либо в одну из клиентских служб отделения социального фонда или МФЦ. Заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней, а перечисление средств займет не более 5 рабочих дней. Деньги будут перечислены на банковский счет, указанный в заявлении. Карачаева-Черкесия приняла участие в фестивале культуры и спорта народов Юга России, который проходил в Грозном. Проходили спортивные игры, а также были представлены национальные подворья, где посетители знакомили с традициями, ремеслами, искусством и спортивными достижениями народов Юга России. На торжественной церемонии открытия фестиваля государственный ансамбль танца Карачаева-Черкесской республики Эльбрус продемонстрировал хореографическое наследие Карачаева-Черкесии, а на площадке национального подворья нашей республики гостей встречали мастера народно-художественных промыслов. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Дама с собачкой». Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»